МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, эта программа «Голос дачи» зовет. И сегодня мы выбираем семена и учимся хранить саженцы рост до посадки. Внимательно осмотрите пакет. Он должен быть ровно заклеен с маркировкой, где указаны гос, номер партии и срок годности. На последнем советуем заострить особое внимание. Еще лучше, если указана дата сбора цветов. Дело в том, что некоторые семена, например, дельфиниума, астры, примулы, надо сеять только свежими, они быстро теряют схожесть. Начинать надо всегда определяться с видом клумбы. То есть если у вас она будет альпийской горкой, то там уже предназумевается рост растений по высоте. От более низкоростных до высоких растений. Как цветы относятся к солнцу – тоже важный вопрос. В ситуации, если у вас солнечный участок, не пытайтесь вырастить на нем цветы, которые не нуждаются в солнце. И наоборот. Если говорить о конкретных названиях, то специалисты советуют обратить внимание на бархатцы. Они, во-первых, и раннецветущие, и стоят дольше всех. То есть до глубокой осени вас будут радовать. Если раньше было два вида – ярко-желтые и глубоко-оранжевые, теперь они ярко-желтые с прожилками. Питония будет радовать вас все лето до глубокой осени. Из более ранней хороши свои нежные окраска и маргаритки. А амарант выносит заморозки до минус 3 градусов. С середины июня по октябрь цветет агератум. Он украсит даже опустевший осенний сад. Симпатичен декоративный подсолнечник медвежонок высотой 50-60 сантиметров. Он предпочитает теплую и солнечную погоду, но и в районе средней полосы цветет с июля по сентябрь. Будет очень хороший в букете. Семенами цветочных растений все понятно. Знай себе, храни в пакетиках до посадки. А вот что делать с саженцами роз? Об этом сегодня мы поговорим со специалистом по розоводству Валентины Николаевны Тихомировой. Валентина Николаевна, скажите, сложно ли хранить розы зимой? Совершенно не сложно. Главное, необходимо соблюдать определенные правила. Впереди еще целых два достаточно холодных месяца, и наша задача сохранить эти саженцы в спящем состоянии до посадки. Это розы с открытой корневой системой. Часто в продаже можно встретить сейчас розы пакетированные. Что это значит? Это значит, корешочки завернуты и упакованы в торфяной субстрат. Внимательно осмотрите ваш саженец. Если вы увидели больные, поврежденные, поломанные веточки, их необходимо сразу же вырезать. Для этого мы используем секаторы. Срезы у розы заживают очень плохо самостоятельно, поэтому мы им помогаем. Используем мы для этого обыкновенную зеленку. Мы заворачиваем корешочки. Газеты обязательно необходимо намочить, немножко подержать саженец в емкости с водой, чтобы газетки пропитались. Они очень долго будут держать флагу. В дальнейшем мы оденем на корешки пакет. У роз пакетированных мы одеваем на веточки газету, обыкновенную газету или плотную достаточно бумагу упаковочную. У роз пакетированных обязательно нужно проверить состояние торфяного субстрата, если необходимо его увлажнить. Либо просто обычной водичкой, либо еще лучше в водичку добавить фитоспорин. Мы в лес за грибами не ходим, у нас дача есть. Вот так говорят современные огородники. Шампиньоны, вешенки, скажете вы. Разве этим удивишь? Нет, совсем другие. Настоящие лесные грибы на грядках. В этом году полки магазинов усеяны пакетиками с мицелиями подосиновиков, белых, лисичек, рыжиков. Но как же получить урожай? Садоводы предупреждают, на вашем участке обязательно должно быть хотя бы несколько березок, осин, сосен или дубов. Деревья образуют сожительство с грибами. Вариант более трудоемкий, но не менее результатный. Пересадить из леса на дачу небольшие деревца, не менее трех, рядом с которыми уже росли нужные грибы. Считается, что проще всего вырастить масленок. Он плодовит, предпочитает известковую почву, рассеянный свет и соседство сосен. Главное, чтобы рядом не было несъедобных грибов конкурентов, например, мокрухи, очень похожие на масленок. Под белые грибы следует отвезти затененный участок площадью 2,5-3 квадратных метра. На нем нужно вырыть небольшой котлован глубиной около 30 сантиметров и наполнить его питательной смесью. Ее можно сделать из опавших листьев, древесной трухи, коры, перегноя или земли. Первые грибы, говорят, садоводы порадуют через 1,5-2 месяца, а после они должны появляться каждые 1-1,5 недели. Глядя на крохотные зеленые всходы, спустя пару недель после посадки семян вряд ли разберешься, что и где. Белые бумажки с наспех написанным текстом, так обычно делают дачники. Дизайнер Татьяна Некрасова предлагает альтернативу. Татьяна, что мы сегодня будем делать? Я вам предлагаю цветок. Я придумала, что нужно попробовать сделать из целлофанового пакета. Отрезаем ручки у пакета целлофанового и дно. Кладем вторую заготовочку на первую. И еще раз разрежем там, где у нас окончание этих полосок. Мы складываем в гармошку нашу полученную вот такую стопочку. Нужно найти середину и закрепить эту серединку, можно проволокой, тонкой проволокой или, кстати, ниткой. Я взяла две веточки. Закреплю их с помощью скотча, чуть где-то сантиметров 7 снизу. Если вы хотите подписать сорт вашего растения, можете написать маркером для CD-дисков. Тогда дождь не смоет вашу надпись. И вот такими цветами яркими ваш участок может расцвести уже ранней, ранней весной. Спонсор программы – торговый центр «Аксон» в Череповце. «Аксон» – основательный подход. Дорогие садоводы, мы рады свидеть в торговом центре «Аксон» за покупкой семян цветочных культур. В ассортименте как всеми любимые цветы, так и смеси трав. Добро пожаловать в наш магазин за покупками.